Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня вновь с вами мыльная пена с последними сплетнями и новостями о латиноамериканских актерах и актрисах. Начнем мы с забавной новости о Луисе Мигеле. Ну, все мы знаем, что Луис Мигеле у нас личность скандальная. То есть у него постоянно какие-то проблемы, то с женщинами, то с отменой концертов, то еще с чем-нибудь. На этот раз ничего такого особенного, просто достаточно забавная штучка. Так, дело в том, что экс-участница программы «Наша латинская красота», а это что-то вроде конкурса красоты на канале «Унивесьон», где участвуют девушки со всей Латинской Америки. Так вот, эта экс-участница рассказала подробности о своем знакомстве с Солнцем Мексики. Девушку зовут Гречен Сирано и познакомилась она с Луисом Мигелем таким образом, что он был судьей на этом конкурсе. Так вот, одна из ее подруг, отец которой дружил с Луисом Мигелем, пригласила ее в ресторан. И вот там, значит, они встретились. И все было замечательно. Луис Мигель вел себя как настоящий кабальер, он очень красиво ухаживал, руку подавал и все такое прочее. Но девица сказала, что была одна странная вещь. Он очень часто бегал в туалет. Потом она была приглашена к нему на яхту, куда поехала одна, уже без подруги. И все было опять же очень красиво, там угощение, вино, все-все-все-все. Но Луис Мигель точно так же часто продолжал бегать в туалет. Ну, нам очень интересно, что же делать вообще актерам и актрисам, если им хочется посетить это заведение. Что же им, памперсы, что ли, надевать? И вообще, девушка могла бы, в общем, побольше поговорить о том, что они ели, о чем они говорили, а не рассказывать о том, что у бедного несчастного Луиса Мигеля такая проблема. Ну, можно предположить, что она сама ни о чем другом думать не могла, кроме как об этом. Вторая новость сегодня – это день рождения Себастьяна Рули. Ему вспомнилось 38 лет. Он встретился с друзьями и с любимой женщиной, Арасили Арамбулой. Но бывшая жена преподнесла Себу неприятный подарок. Она в ярости от того, что автомобилем за 800 тысяч песо, который она когда-то подарила своему бывшему мужу, пользуется теперешняя подруга Рули Арасили Арамбула. Так вот, Сесилия Голиана, по слухам, хочет потребовать от бывшего мужа возвращения подарка. Короче, забирай свои игрушки и так далее, что в этом детском стишке говорится. Но надо сказать, в общем-то, что Сесилия сама виновата в разрыве Себастьяна, поскольку именно она первая за его спиной завела роман с Марком Татчером. Так что теперь обижаться не на кого. С другой стороны, может быть, ей машина дорогая какая-то, мы не знаем. Дженнифер Лопес поняла, как была неправа, спев на дни рождения туркменского диктатора и решила пожертвовать полторы... Ой, не полторы тысячи, полтора миллиона долларов на поддержку жертв репрессивных режимов. Ее представители объяснили, что Лопес газет не читает. Кто такой гурбангулый, как его там понятия, не имеет. Ну, политически неграмотная она ни разу. А вот читала бы газета в перерывах между концертами, и денежки были бы целы. Ну, что можно сказать? Вот политическая грамотность, она может, конечно, и не особенно нужна певице и актрисе, но иногда позволяет сэкономить. Патрисия Монтерола родила близнецов. Мальчиков назвали Матео и Олесио. Сейчас у нее уже трое детей. Патти счастлива, ее муж тоже вне себя от радости. В словом, семейная идея в полный рост. Но тут хотелось бы узнать, когда Патти все-таки работать начали. Актриса, она очень хорошая, певица неплохая. Хотелось бы ее уже увидеть в каком-нибудь новом проекте. А вот Джеки Бракамонтес и ее муж Мартин Фуэнтес были так напуганы смертью одного из своих новорожденных близнецов, что устроили из своего дома практически стерильную палату больницы. С ребенком занимаются няни, медсестры. Сама Джеки поддерживает опять-таки стерильную чистоту своего тела, когда кормит ребенка. Каждая комната оборудована камерой, чтобы можно было наблюдать все происходящее там по мобильному телефону, поскольку Мартина к ребенку не подпускают. Точнее он сам не подходит, боится принести инфекцию. И частенько спрашивает Джеки, почему она все еще не помылась. То есть режим как в больнице, как в палате реанимации. Ну что мы можем сказать? Все конечно хорошо в меру, потому что если вот такая вот атмосфера стерильности соблюдается, то что же будет, когда ребенка выпустят в нормальный мир? Вот там-то на него все эти микробы и все эти инфекции набросятся. В общем глупость какая. Последняя новость на сегодня подтвержден роман между аргентинскими актерами Моникой Антонополос и Майком Амигарена. Они тесно стали общаться на съемках новеллы Лозда Сина и Сенгерра. Актеры сами свои отношения не афишируют, но их друзья по съемочной площадке утверждают, что на одной из вечеринок Майк и Моника приехали в одной машине, уехали вместе, а также вели себя как влюбленная пара. Ну, в общем, обещают, что скоро они рассекретятся и все-все-все расскажут публике и прессе. Ну, будем ждать. Все на сегодня, дорогие зрители. Ждем вас в наших новых программах и подписывайтесь на наш канал.